Андрей Андреевич, почему после получения новых знаний следует такой экзамен судьбы неприятность? Это закон или программа, которую можно убрать? Каждый человек, вы, наверное, слышали на ступени, каждый человек является человеком, который родился со вдохом или выдохом. На самом деле все дети рождаются выдыхая. И каждый ребенок, согласно эзотерическим традициям, которые я пытаюсь преподавать, является человеком созданным и рожденным для того, чтобы обрести абсолютное счастье в жизни. То есть рожден для того, чтобы быть счастливым. И тут такой вопрос появляется. Почему тогда человек, рожденный счастливым, не достигает части в жизни? Кто в этом виноват? В этом виноват, как правило, в большинстве своем сам человек. Почему? Многие люди ориентированы на то, чтобы дарить радость и дарить доброту. Ориентированы на то, чтобы ощущать радость и ощущать доброту других людей. Ориентированы на то, чтобы жить радостно. Другие люди ориентированы на то, чтобы грубить, хамить. Даже в тот момент, когда им не хочется этого делать, они не могут остановиться. Есть такие люди одержимые, которым погрубить, похамить, поматериться, поненавидеть, как прямо за самое любимое дело, которое они хотят делать в жизни. То есть есть ряд людей, которые служат злу. Кто такой человек, который служит злу? Это человек, который постоянно ругается, находит возможность кому-то хамить, искренне кого-то ненавидит, подолгу обижается, не радуется, ничему не видит света яркого. Живет, ощущение такое, живет только по принципу трех компонентов. Самое дорогое для этого человека могут быть только деньги, могут быть только поесть, может быть там какая-нибудь привычка, ну и секс. При этом, когда говоришь, любишь или нет, человек говорит, я недостаточно разобрался, я не понимаю, что это такое, для таких людей жить ради кого-то очень сложно. Ну, или же есть другие такие пассивные врединки, которые вот пассивно ненавидят, пассивно хотят зла. Что такое хотеть зла? Это когда вы вытаращиваете глаза и утром ненавидите своих близких. То есть ты не такой, зачем ты это сделала, а вот так вот нужно было, вечная критика вечная и так далее. То есть делайте жизнь людей, которые находятся вокруг вас, и делаете жизнь свою невыносимой. То есть эта невыносимая жизнь делает вас какой. И вот такая кака проживает и прикасается к эзотерике, и думает, что эзотерика ей поможет. Но вы должны знать, что эзотерика это путь к счастью. Эзотерика это путь к счастью, которая должна разрушать что-то, что сделал человек плохого. А за все плохое приходится отвечать. Поэтому в случае, если вы хотите что-то хорошее, и ударила вас жизнь по попке, то это говорит о том, что вас ударили за то, что вы делали что-то на шару и не рассчитались, за то, что обещали и не сделали, за то, что вы очень долго говорили гадости другим людям, за то, что писали и критиковали, за то, что ненавидели и там компроментировали, за то, что из-за вас, возможно, у кого-то разрушалась судьба. И мягкий удар по попе гораздо легче, чем крупный удар деревяшкой по голове или железячкой по голове. Поэтому, знаете, когда человек переходит к эзотерике, начинает ее практиковать и немножко его там трусит, знайте, если вы это все перенесете с радостью, честью, спокойствием, в счастье, то это новый путь или новый переход в вашей жизни. Обычно это выглядит так. В нашей Софии жизни были такие периоды, когда мы начинали заниматься бизнесом. София, это моя жена, кстати, поздравляю тебя, моя любимая жена, с нашей годовщиной, нашей золотой свадьбы, нашей любимой свадьбы. Я тебе чрезвычайно благодарен за наших прекрасных детей, нашу прекрасную жизнь, и тебя бесконечно молодой, красивой и радостной. Так вот, как это обычно происходит? Вот Соня моя, она умеет мечтать. Она верный человек, умеющий мечтать, харизматичный, очень болеет за семью, очень добрая, такая теплая. И когда мы живем, то у нас бывают моменты, когда у нас начинает резко увеличиваться материальное благополучие. Я обычно это подмечаю, говорю, вот у нас резко начинает увеличиваться материальное благополучие, и скорее всего это отразится на нашем духовном уровне, потому что очень часто резкое увеличение материального благополучия делает нас скрягами. То есть мы сейчас должны набраться сил и постараться в этот момент друг другу не предъявлять претензии, не предъявлять ненависть, не злиться, стараться максимально быть теплыми. Это будет показывать нашу готовность к новому переходу в новое материальное состояние. И в этот момент обязательно могут быть конфликты, обязательные конфликты перед тем, как человек выходит на новый уровень материальный. Вообще хочу сказать вам, что если перетерпеть, то тогда уровень повышается. Если проскандалить, проненавидеть, уровень не повышается. Почему? Высшие силы человека проверяют на прочность, потому что человек должен знать, что каждый новый материальный уровень, это доходит до какого-то момента, при котором может быть конфликт или скандал. Как вообще все устроено? Женщина мечтает, допустим, она говорит, я хочу много зарабатывать, муж много зарабатывает, я хочу жить там, счастье и так далее. После этого у нее обязательно должен быть конфликт. Если во время этого конфликта не злиться, не ненавидеть, не орать, не вытрачивать глаза, а перетерпеть, это есть элементом оплаты. Правда, это элемент оплаты. Почему так? Дело в том, что это элемент оплаты для людей, которые живут по принципу выкупа. То есть, как это все устроено? Наша жизнь устроена по принципу энтропии. Нас создало существо, бог, которое создало нас по элементу разрушения. То есть, смотрите, все, что разрушает, все плохое. Правильно, смотрите, был дом, его разрушила стихия. Стихия, она плохая. Плохая, мои дорогие. Тогда можно ли сказать, что мы плохо относимся к стихии? Ну, можно сказать, что мы плохо относимся к стихии. Но дело в том, что нас создали по принципу энтропии. Энтропия переводится с латыни, как разрушение. То есть, можно сказать, что мы рождены здоровенькими, потом вырастаем и потом умираем. То есть, мы всю жизнь живем, живем и умираем. То есть, мы рождены для того, чтобы поломаться и умереть. То есть, мы созданы по принципу энтропии. Когда любые события хорошие, которые возникают в нашей жизни, они приводят нас к тому, чтобы наш компонент... Любые события хорошие, которые приходят в нашей жизни, это усиливает процесс нашего разрушения. То есть, обычно, если много еды, то человек ожиревает. В случае, если много сна, у человека появляются проблемы. Ну, и плохие состояния тоже. Если мало сна, мы тоже болеем. Если мы нервничаем, мы тоже болеем и так далее. Все это приводит нас к тому, что мы более быстрее умираем. Процесс энтропии нас разрушает. Но есть силы, которые называются светлые, которые дают человеку возможности. Они дают человеку это за счет выкупа. То есть, в случае, если человеку очень хорошо стало, то человек должен выкупить чем эмоциями. Почему так? Смотрите. Я, допустим, для того, чтобы заработать много денег, мне необходимо как руководителю понервничать. Понервничать получится, не получится. Понервничать в тот момент, когда я там буду физически работать, сидеть, с кем-то общаться. То есть, это конфликт. И тут вдруг открывается квадрант денежного потока, и у меня идут деньги. То все вот эти элементы, которые я должен был прожить, они должны произойти в короткий период. Какие? Эмоциональные качели. То есть, эмоциональные качели, которые сопровождали бы меня до того момента, пока я заработаю эту большую сумму денег. И это должно произойти в короткий период. И этот короткий период, он обычно осуществляется вашими близкими. Поэтому перед тем, как ваш муж получит много денег, или ему отдадут долги, или отдадут долги вам, то у вас будет конфликт дома, обязательное условие. Вы обязательно будете обижаться или злиться. И в случае, если все вокруг, и вы в том числе, перенесете это тепло и ровно, и даже так радостно, то тогда это все откроется. Если нет, вновь попадете в тот же, в те же события и в ту же обусловленность, в которой вы ранее находились. Вот для вас вот такое открытие. Оно называется открытием жить без претензий. Если научиться не обижаться, жить без претензий, если научиться проявлять доброту и ориентироваться на доброту, то достижения материального роста достигаются гораздо быстрее, чем ранее. Продолжение следует... Продолжение следует...